Олег Алексеевич, расскажите нам про сегодняшнее переселение народа. Осеннее пора, дело близится к зиме, поэтому у нас традиционное переселение. Подрос золотой прайд подростков, и они уже не подростки, им уже по два года, и поэтому готов вольер с зимними помещениями, со скалой. Тот вольер, в котором они жили, в саду так называемый, они практически вытоптали, и уже нагрузка на территорию такая большая, что трава не успевает подниматься. Ну и смотрится это так себе, особенно во время дождя. Мы привыкли, чтобы львы максимально были у нас в таких хороших зеленых вольерах. Этот вольер готовил как в течение всего сезона. Здесь посажены, вы видите, молодые, трехметровые, но очень молодые, платаны. Платаны – это одно из наших любимых деревьев, здесь защитные решетки стоят. Вот просто экскаватором копалась там большая яма, завозился чернозем, и в течение лета, первого сезона, хорошо поливались эти деревья, поэтому практически сто процентов принялись. Что такое платан? Платан – это мощное дерево с очень мощной кроной. Вот это такое из кленовых, и поэтому они быстро растут, и крона, когда здесь будет развиваться, она даст внутри ту спасительную тень. Ну и сегодня тени достаточно, чтобы спрятаться тем юным львам, которые здесь. Это и, вы видите, в скале дырка, такая большая пещера, вот проход одновременно, и под скалой, вот под этим выступом, также можно в жару спрятаться, не говоря о том, что зайти в домик и на той территории. Но здесь соединены сегодня два прайда, более-менее управляемых львов, которым я заходил. Вот отсажены из второго прайда тигры, которые вместе жили, и отсажены белые две львицы, которые выросли вместе с золотым прайдом сейчас. И поскольку они представляют большую ценность генетическую для нас, и нам нужно воспроизводить белых редких львов, то молодые самки сегодня соединились с молодым самцом, и в большом вольере они теперь будут таким небольшим прайдом, мы будем ждать от них белоснежное потомство. Вот, этот вольер хорош по всем показателям, он хорош с точки зрения нормативов, которые позволяют здесь содержать 20 и более животных, потому что здесь просто около двух или больше тысяч квадратных метров. Поэтому здесь хорошо видеть посетителям, и мы сегодня в первый день присутствуем, поэтому еще после перевода стресс всегда, когда животные после дороги, они в стрессе, вот, и принюхиваются, обследуют все, вот, проверяют на прочность где-то все эти решетки, вот, где-то им непонятно, но буквально день, два, три, и они освоятся в этом вольере, будут играть, бегать, и будет очень хорошо. И посетителям удобно, посмотрите, сторона полностью с мостом с той стороны, с этой стороны длиннющий мост такой, и с той стороны снизу можно видеть его. То есть с трех сторон мы можем иметь обзор, и практически, кроме вот той задней стенки, зеленая, с кустами, там, совсем, которая также такая защитная, там зимние домики идут просторные очень, есть площадка бетонная, на которой тоже можно там непогоду, или там зимние холода их выпускать, а также там поилки у них, устроены поилки, это тоже все для этих львов. Поэтому и львам, и посетителям этот вольер пойдет на пользу. Мы долго ждали, что мы сюда переселили, да. Наши скульпторы хорошо постарались, и если, детки, кто смотрел фильм Король Лев, да, то вот как раз уже вторая, вторая, мы видели, уже Симба подымался. Экранизация, да, мы с Симбой сегодня освоили, ему явно понравилось, он лев, он просто балдел, вот, да, вот, и поэтому очень важно, чтобы здесь сейчас они окрепли, а уже в следующем году, очевидно, эти трехлетние львы могут выйти на территорию общей саванны, и там уже создать свой прайд, потому что, ну, они вплоченные будут, они будут уже взрослые, способные постоять за себя, вот. Ну, их много, они большим таким прайдом выйдут. Так и идет у нас движение, собственно говоря, малыши, сперва в подростковых вольерах, сперва с мамами, потом в подростковых вольерах, потом вот в таких вольерах, и отсюда уже они уходят, в основном в саванну, да. Вот, так что вот такое, не последнее наше преобразование, мы переводим других животных, и приматов, и многих других, конечно, улучшая их условия, и безопасность повышая парка, и, конечно, главное условие для животных, которым должно быть комфортно, хорошо, чтобы не вызывали жалость, как в зоопарках маленьких, когда клетках, когда там все перемешано с грязью, вот, этого допустить ни в коем случае нельзя, поэтому... Нет, это замечательный вольер. В добрый путь, хороший, нормативный вольер. Да, 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 да. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, Алексей Алексеевич.